ЗОЛОТОЛЮКС Здравствуйте, это Город новостей в студии Игорь Канюшков. Последнее событие из жизни города в материалах наших корреспондентов. Сегодня в выпуске. Свет на 15 миллионов. Это хорошо даже. Приветствуем это. Очень дожать. В Нагорном завершаются работы по установке современного уличного освещения. Важные даты юбилейного года. Сегодня городской архив представил календарь значимых событий на будущий год. В памяти Анатолия Катугина. В Кунгуре в четвертый раз прошли соревнования в память обоснователе горнолыжной школы. Далее обо всем с подробностями. В прошлом месяце в микрорайоне Нагорный начались работы по установке нового уличного освещения. Речь идет о дополнительных опорах и светильниках, которые полностью должны заменить старые лампы. На сегодняшний день выполнено более 80% работ. Новые светильники появились не только на центральных улицах микрорайона, нефтяников и газеты «Искра», но и на прилегающих к ним. Общая сумма работ немалая – 15 миллионов рублей. Подрядчик уверяет, затраты оправданы. Лампы энергосберегающие нового поколения. Срок их службы – 10 лет. Работы должны закончиться до Нового года, но жители Нагорного уже сейчас оценили перемены. Это хорошо даже. Приветствуем мы это. Очень даже. Если везде так боль, так вообще хорошо. Это уже как-то радостно, надушевает. Как нам пояснил первый заместитель главы города в сфере ЖКХ Василий Толстой, система освещения интеллектуальная, работает автоматически. На ее установку должно уйти 22 километра кабеля, 54 дополнительных опоры и 409 светильников. Стоит добавить, что Кунгур – единственный в России город, где по этой системе освещается целый микрорайон. Эта система как раз позволит обнаружить неисправность, где светильник не включился, либо перегорел. Ну и сэкономит рабочее время, как бы обслуживающего персонала. 350-летию Кунгура посвящается. Городской архив разработал календарь памятных дат Кунгура на 2013 год. Его презентация прошла сегодня в городском архиве. На встрече собрались представители общественности и города, краеведы и сами авторы презентации. Разработчик календаря Альбина Султанова считает, что календарь будет интересен не только гостям города, но и кунгурикам. В архиве хранится не один десяток тысяч документов. За 200 лет его существования накопилось огромное количество информации, которая может быть полезна и занимательна. История нашего города настолько богата и интересными людьми, событиями, что из огромного количества ценных фотографий, в тонящихся фондах архива, было достаточно сложно отобрать лишь самое-самое. В календаре рассказывается о датах, связанных с бытовой, культурной и социальной жизнью Кунгура. К примеру, первый его лист посвящен дате образования города второй транспортным сетям, а третий – еще одной дате, которая ждет нас в следующем году, столетию кинематографа в Кунгуре. Тираж календаря – 400 экземпляров. Календарь скоро появится в продаже. Работники архива планируют задействовать для этого туризм и розничную торговлю. На прошлой неделе губернатор Пермского края Виктор Басаргин встретился с журналистами. О чем шла речь в репортаже наших краевых коллег. Это когда-то должно было произойти. Отставку с должности главы администрации губернатора Григория Куранова прокомментировал сегодня на итоговой пресс-конференции губернатор Виктор Басаргин. Как известно, Куранов является членом команды «Трутнево». Сложно человеку быть как-то труфальдином, слугой двух господ. Решили в конфликтную зону не входить. Кандидатура есть. Сейчас называется «обжегся на молоке, на воду дуешь». Поэтому пройдут все процедуры, связанные с тем, чтобы у него было кристально чистое. После этого будет предложение по назначению. Скорее всего, назначение на должность нового кандидата произойдет в январе следующего года, так как трудовой контракт с Григорием Курановым подписан в июне истекает 14 января. Сохраняется интрига из кандидатуры на должность председателя правительства края. Возможно, даже и до нового года будет в качестве исполняющего назначения. Пока, вы знаете, думаю, что... Кандидатура есть, конечно. Она теперь одна? Круг сужается. А вот на пост министра культуры Приками кандидатуры пока нет, отметил губернатор. На пресс-конференции глава региона также дал оценку работе власти Перми. У Басаргина есть претензии к главе города Игоре Сапко и к руководителю администрации Анатолию Маховикову. Для меня критерий того, что должно меняться, это как работает бюджет. Я все время встречаюсь с населением, задаю вопросы. Немплохой бюджет у города Перми. Кто-нибудь видит, как работает этот бюджет? Вот такой внешне визуально. Стройки нет, дороги не ремонтируются, снег там не убирается. Ну, или убирается, все, что называется, как видите, из-под палки. Журналисты попросили назвать губернатора болевые точки в крае. Проблем очень много, скажу, что инфраструктура очень ветхая сегодня. Все, что касается сельского нашего населения, очень много проблем. Рабочих мест нет, работать негде. Состояние всей инфраструктуры, в том числе социальной, просто в упадке. Знаете, идеология такая появилась. Вот тут ребята приехали приватизировать край. Такая идеология раскручивается. Я вам честно скажу, желание совершенно иное. И одея здесь, что называется, один в воле, в поле не воин. Ничего не сделать, если не будет желания всех остальных помочь в решении этих проблем. Губернатор заявил, что приватизировать в Пермском крае уже нечего. Его предшественники не дремали. Наталья Ивановна Шива, Александр Аксенов, Часпик. Далее блок рекламы, а после вы увидите. Чудесами город полон. И не только новогодними предпраздничные наблюдения Марата Борисова в рубрике «Мелочи жизни». Требуется участие. Какое должно быть помещение? Но однозначно оно должно быть теплое. Сердобольные кунгуряки добиваются от властей создания приюта для бездомных животных. В памяти Анатолия Катугина. В Кунгуре в четвертый раз прошли соревнования в память обоснователе горнолыжной школы. Коллектив транспортной компании «Тройка» поздравляет всех с новогодними праздниками. Пусть придут в году грядущим к вам удачи и успех. Пусть он будет самым лучшим, самым радостным из всех. Пусть для вас, людей хороших, не боящихся забот, будет он не просто новый, а счастливый Новый год. Салон «Автокузов» улица Лесная, 4, дробь 1 поздравляет всех с Новым годом. Желаем, чтобы ваша жизнь в новом году была похожа на прямую трассу без ухабов и гололеда. Мы делаем все, чтобы ваш автомобиль приносил вам только удовольствие и никаких огорчений. Счастья, удачи, ровных дорог. Двери нашего салона всегда открыты для вас. Уважаемые партнеры, друзья, родные и близкие. И коллектив агентства недвижимости «Партнер» поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Пусть Новый год, как гость желанный, торжественно в ваш дом войдет. Веселье, радости и счастье с собой вместе принесет. Евростиль – это стиль для Наташки, Сашки, Машки, Маринки и Дашки. Для работы и для развлечения, для вечеринок и для дня рождения. Евростиль. Стиль твоей жизни. Мясоперерабатывающий завод «Телец» поздравляет жителей Пермского окрая с Новым годом. Приглашаем фирменные магазины за покупками. Вас удивит большой выбор новинок. Специально новогоднее блюдо «Жарко по-тельцовски» в керамическом горшочке и много хорошего настроения. «Телец» – праздник вкуса. Салон-магазин «Кристи» предлагает большой выбор зимних пальто из драпа. А также элегантные блузки и юбки производства Польши. При покупке пальто – палантин в подарок. Нужны деньги? Не дают кредит в банке? Выход есть! Ломбард центральный, низкий процент. Покупаем и принимаем под залог изделий золото и бытовую технику. Покупаем антиквариат, старинные монеты, иконы, лом золота. Принимаем на комиссионную продажу и продаем бытовую технику. Даем крупные кредиты от 100 тысяч до 4 миллионов рублей под залог жилой и коммерческой недвижимости. Авто. Телефон 20297. Работаем без выходных. Ломбард центральный. С нами выгодно. Стройка, ремонт, перепланировка. Мы постоянно стремимся улучшить свою жизнь. Люди строили всегда, во все времена и в любых условиях. Строительные отделочные материалы достойного качества по доступной цене. Компания Сарко. Ремонт в удовольствие. Это завораживает. Это притягивает взгляды. Это вызывает желания. И этим хочется обладать. Новые ювелирные коллекции в сети Золото-Люкс. Новогодние предложения со скидкой 20%. Золото-Люкс. Любите сердцем. Дарите с душой. Компания Облпрод желает всем счастливого Нового Года. Сахар, мясо, рыба, комбикорм, консервация, мука, макароны, крупы, чай, кофе, масло за 53 рубля 50 копеек. Все продукты хороши. Базово Блпрода работают для народа. Вот он красуется не вдалеке. Желто-синий, высокий, просторный, стоит величаво. Эх, не солгали предчувствия мне. Да мне друзья не солгали. Ух ты, нашел я здесь все, что хотел. Вот это чудо-чудес. Вот простор! Коли строительство или ремонт. Дома затеял ты смело. А с артилентом он не подведет. Да, это чудо-чудес. Дома затеял ты смело. Это город новостей. Продолжим выпуск. Туалет на тротуаре. Кто-то скажет, такого не может быть. Но, к сожалению, есть в городе такое печальное место. И это не окраина Кунгура, а его центр. В эфире Мелочи жизни. Генеральный спонсор рубрики Мелочи жизни – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Теперь срок изготовления – 3-4 дня. Чего только порой не увидишь на линии электропередач. Например, как-то раз мы показывали вам ботинки, которые человек закинул на электрический провод. Делать это, конечно же, нельзя. Сейчас мы с вами на улице Пролетарской, где на электрическом проводе мы увидели обрезанную часть ветки. Ну, замыкание, может быть. Полностью согласен. Линия электропередач должна быть свободной. Ну, а конкретно эта мелочь, скорее всего, произошла из-за того, что здесь невнимательно была сделана обрезка деревьев. Эта контейнерная площадка находится напротив детской поликлиники. И вид ее явно запущен. В слове антисанитарное, такого быть не должно. Если приглядеться, то помимо бытового мусора здесь также можно увидеть коробки, которые явно были принесены из магазина. Но это только одна проблема. Самая основная – это то, что мелочь эта не защищена от ветра. На этом тротуаре по улице Свободы мы уже однажды были. Напомню, что прямо за ним находится туалет, которым пользуются жильцы дома по улице Свободы 20. Идите, поглядите, какой туалет. Не туалет, не помоете ничего. Вот так и живо. Назвать это место в цивилизованном туалетом язык не поворачивается. Нет даже элементарной двери. И что самое страшное – мелочь эта не меняется. «Мелочи жизни» выходит при поддержке банка «Открытие» улица Гоголя, 18. А рубрика «Мелочи жизни» выходит при поддержке компании «Фабрика окон Нагорный». Натяжные потолки любых размеров и цветов от 350 рублей. Рубрика «Мелочи жизни» выходит при поддержке 5Д кинотеатра. Теперь входной билет 100 рублей. Приятное с полезным. Отдел по делам несовершеннолетних совместно с социальной службой провел рейд по неблагополучным семьям. Цели вполне предновогодние – проверить обстановку в семьях и заодно вручить детям новогодние подарки. Все оказалось не так просто, как казалось. Вот так лаем собак встречают здесь комиссию. Семья одна со другой дома отсутствует. В отделении социальной реабилитации уверены – у всех причина отсутствия одна. Семьи, которые стоят у нас на учете, конечно, там практически в каждой семье может сложиться вот такая вот ситуация, что вот как на данный момент мы к перевозникам заехали, нет никого дома, мы даже подозреваем, что они злоупотребляют где-то мать. В каждой семье такое практически можно. В основном стоят потому, что на учете, которые родители злоупотребляют алкоголем, наркотическим веществом, может быть. Некоторых все же удалось застать дома. Пообщавшись с родителями, проверив бытовые условия, комиссия поздравила детишек с Новым годом и вручила подарки. В этой семье поздравления получала лишь бабушка. Мы желаем Татьяне Валентиновне, Татьяне Валентиновне, Татьяне Валентиновне, Жене, Косте, всего самого наилучшего вам, бабушке в новом 2015 году счастья, здоровья вам, чтобы все у вас сложилось хорошо. Это, пожалуйста, Женечке передайте. Проверки продолжатся до конца года. А что касается отсутствующих семей, то их проверяющая комиссия навестит в первую очередь. Требуется приют. Проблема бродячих животных известна всем. Многие кунгуряки справедливо считают, что решить ее поможет специальное учреждение для четвероноких. Особо сердобольные готовы самостоятельно всех обогреть и накормить. Среди них Анна Рогозина, которая приютила четырех кошек. Но даже эти добрые люди понимают, всех им не обогреть и с надеждой смотрят на городскую власть. Есть ли вероятность, что в кунгуре приют для животных появится, выясняла Татьяна Андреева. Муся, 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 иди сюда. Муся, Вася, Пика и Тимоша. Кошачья семья Анны. В таком составе четыре черных кошки живут уже несколько лет. Первые девять лет назад в семье появилась Муся. Она подарила семье Рогозиных котенка Васю. Остальные четвероногие найденыши. Потом я нашла Пику из подъезда, из подвала, вернее, она стояла у подъездных дверей, слезы наревела и просила помощи. Но потом Тиму в автобусе номер 6 на заводской 5 декабря в Морозы, которую кто-то туда выкинул. Неделю назад Анна нашла еще одну трехшерстную сиротку, которая нуждается в заботливых хозяевах. Я ее прибрала, отмыла, почистила, накормила, пригрела. Она сейчас очень чувствует себя хорошо, но ищет хозяина себе. Желательно ответственного, конечно же, чтобы ее снова не постигла такая же участь. Каждый день на улицах блуждают животные. И брать всех к себе – это не выход, твердит Анна. Чтобы помочь реально защитники животных через интернет-сайт «Демократор» обратились к главе города. То, как не городская власть поможет в создании приюта для животных, уверены энтузиасты. Здесь достаточно сложно сейчас об этом говорить, какое должно быть помещение. Но однозначно оно должно быть теплое. И изначально собак можно держать на улице в будках, которые достаточно несложно сделать, потому что у нас в помощниках будут и мужчины, которые согласны оказать физическую помощь в работе. Но, например, кошек, их не будешь содержать на улице. Во время стерилизации также нужно теплое помещение, которое еще, причем, как сказать, является чистым. То есть после операционного периода, неделю, да, животные проходят, они все равно должны где-то в тепле происходить. И подсобное помещение непосредственно нужно, где хранить там те же корма, то есть готовить им пищу, мыть что-то, убирать, прибирать. К сегодняшнему дню свой голос «За» на сайте оставили 241 кунгуряк. В городской администрации письмо Анны на рассмотрении. После новогодних каникул будет дан ответ. А пока сердобольные люди продолжают делать то, что им по силам. Подкармливают бездомных кошек и собак. Вместе с Анной ждет помощи властей и ее новая пушистая подруга – годовалая трехшерстная кошка. Татьяна Андреева, Алексей Долгоруков, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур». Праздник нужен всем. Для 52-х кунгурских ребятишек встреча с любимыми новогодними героями прошла сегодня не на утреннике в садике, а в больничной палате. Мальчишки и девчонки от грудничков до дошкольников, несмотря на свои недуги, радуются приходу Деда Мороза и Снегурочки. Некоторые даже отважились поприветствовать столь важных гостей стихами. Месяц могло у полимер, с дым полимер в печной трубе, чьи-то санки-кречки, даже маленькие везде греются у печки. Умничка, какая хорошая девочка! Возьми, пожалуйста, тебе гостиниц. Проведение новогоднего утренника в педиатрическом отделении центральной городской больницы стало доброй традицией. Благодаря инициативе медицинских работников детский праздник в стенах больницы прошел уже в пятый раз. Почувствовать в том, что дети наши, которые находятся в отделении, пропускают такой чудесный праздник, самый, наверное, такой долгожданный чудесный праздник детский, это встреча Нового года. И поэтому профсоюзным комитетом было такое решение, что на этот праздник обязательно должен прийти Дед Мороз и подарить совсем, пускай даже маленькие, но подарочки. И подарить вот этот вот кусочек счастья, которого нашим детям в данный момент немножечко не хватает. Поздравив ребятишек и пожелав им скорейшего выздоровления, Дедушка Мороз со своей внучкой вручили деткам сладкие подарки и ангелочкам. Памяти спортсмена и энтузиаста. В четвертый раз в Кунгуре прошло открытое первенство города по горнолыжному спорту среди ветеранов и любителей, посвященной памяти Анатолия Александровича Катугина. В этот день организаторы и участники соревнований отдали дань уважения основателю и многолетнему руководителю детско-юношеской спортивной школы «Светлячок». Как в четвертый раз прошли соревнования памяти в репортаже Татьяны Андреевой. На улице еще темно, а в холле горнолыжной базы «Светлячок» собрались десятки участников соревнований памяти. С 1991 года основатель и первый директор школы Анатолий Катугин стал развивать горнолыжный спорт в Кунгуре. Кунгурские спортсмены начали участвовать в областных и всероссийских соревнованиях, появились первые призовые места. В 2008 году Анатолий Катугин ушел из жизни. С тех пор по инициативе его семьи проходят эти соревнования. Очень жаль, что Анатолия Александровича нет с нами. Но тем не менее, я думаю, что если есть какая-то жизнь после смерти, то, наверное, он сейчас смотрит на нас и радуется за то, что его дело продолжается. Оно не умерло. Школа живет, база живет. Вы собрались здесь. Наверное, это просто здорово. После торжественных слов самому старшему спортсмену выпала честь поднять флаг. И 50 любителей и ветеранов горнолыжного спорта начали соревноваться в слалом гиганте. Владислав Александрович Шишкин – ветеран спорта. С Анатолием Катугином был знаком много лет. Принять участие в соревнованиях памяти друга – для него долг памяти и высокая честь. В различные сложные годы приходилось и здесь, мы начали тренировать, занятия проводить. Ну и он часто выезжал с ребятами на выводы в другие города, в Губаху или еще куда-нибудь. Так что это замечательное событие, что в честь Анатолия Александровича проводится в Кемер-5. Это уже четвертый мероприятие. Но мне повелось уже в трех участках. Так что всегда думаю, что память Анатолия Александровича в сердцах горнолыжника. Несмотря на морозную погоду, все участники первенства благополучно фамишировали. Горнолыжникам вручили памятные подарки, кубки и грамоты. Но самой высокой наградой стала благодарность родственников Анатолия Катугина. Большое спасибо за то, что все приехали. Четвертый раз подряд проводили эти соревнования. Несмотря на то, что такой холод, приехали молодцы ребята. Значит, помнят. В следующий год мы приглашаем вас снова. Ценность этих соревнований не только в том, чтобы отдать дань памяти достойному человеку и спортсмену. Каждый старт, хороший результат, новое имя в этот день звучит, как утверждение того, чему посвятил свою жизнь Анатолий Катугин. Татьяна Андреева, Алексей Долгоруков, Михаил Бабышкин, телекомпания «Кунгур». Далее прогноз погоды и рубрика «Если завтра ремонт». Если у вас есть интересные новости, звоните нам. Наш телефон 23413 или оставляйте на сайте www.trkkungur.ru. Всего доброго, до свидания. Коллектив «Кафе Пельменное» поздравляет всех с Новым Годом! Приглашаем у нас новинки – пельмени с рыбой, вареники с творогом, блинчики с начинкой и разными соусами. А также в продаже замороженные пельмени и вареники ручной лепки. Кафе «Кафе Пельменное» улица Ленина, 47. Поздравить с Новым Годом вас спешим и пожелать веселья и удачи, улыбок светлых радости души, достатка в доме и любви в придачу. С Новым Годом и Рождеством, дорогие друзья! Компания «Домстрой». Порадуй себя и своих близких сладким подарком! Кондитерская «Саша» выполнит любой заказ тортов и пирожных на любое торжество. Мы находимся на территории трикотажной фабрики «За Агатом». Европейский пенсионный фонд, лидер пенсионной индустрии, обеспечит вам пенсию европейского уровня. Магазин «Светотехника», теперь на Свердлово, 92. У нас есть все, а также люстры, широкий ассортимент светодиодной и новогодней продукции. Магазин «Светотехника», улица Свердлова, 92. Не хватает острых ощущений? Хотите побывать в пасти крокодила и прокатиться на самых крутых американских горках? Скоро ваше желание осуществится с планетой кино. Впервые в городе, в развлекательном комплексе «Циклон», кинотеатр 3D и киноаттракцион 5D. Телефон 4-12-14. Генеральный спонсор прогноза погоды – магазин «Центрастрой». Большой ассортимент инженерной сантехники и мебели для ванных комнат. Прогноз погоды представляет фонд «Стратегия» – пенсионный фонд с 19-летней историей. Рекламный партнер прогноза погоды – салон «Меха» Ева. В наших шубках вам всегда будет тепло и уютно. В четверг, 27 декабря, в Кунгуре ожидается пасмурно, снег. Температура 1. Температура воздуха ночью – минус 18, днем ожидается до 16 градусов ниже нуля. Атмосферное давление – 749 мм ртутного столба. Ветер юго-западный – 5 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – сеть магазинов бижутерии «Женови». Восхитительные украшения по доступным ценам. Приобретайте лучшее. Горнолыжная база «Светлячок» приглашает любителей настоящего зимнего отдыха. Сезон открыт. Партнер рубрики – магазин «Лаэль». Скидка 20% на всю верхнюю одежду. С 14 декабря по 14 января. Генеральный спонсор рубрики «Если завтра ремонт» – компания «Сарко». Весь декабрь скидка на Сан-Фаянс 4%. Многим известно изобретение какого-то местного кулибина с мудреным названием «выключатель с тяговым шнурком». Это когда надо было долго шарить по стене или где-то возле потолка, чтобы найти шнурок свисающий, потом дернуть за него, чтобы свет таки включился. Но времена этих выключателей прошли. Всем здравствуйте! С вами Дмитрий Язов и программа «Если завтра ремонт». Сегодня мы поговорим о видах выключателей. По способу крепления проводов выключатель делится на выключатели с винтовым и безвинтовым зажимом. В первом случае провод с помощью винта зажимают между контактными пластинами. Такой способ крепления хорош для алюминиевых проводов. В процессе работы они могут нагреваться и с течением времени потихоньку деформироваться. Тогда контакт ослабевает и скрито греется. Но достаточно лишь подкрутить винт и все в порядке. Медные провода можно подключать безвинтовым зажимом, специальной клеммой. Быстро, просто и надежно. По способу установки выключатели делятся на выключатели для скрытой и открытой проводки. К примеру, в дачных домиках или в старых сталинских домах провода обычно закреплены снаружи, на стене. Это и есть открытая проводка. Для нее существуют специальные накладные выключатели. Сейчас в городских квартирах, как правило, провода убраны в стены. А в том месте, где устанавливаются выключатели или розетки, долбится небольшая полость. Рекламный партнер рубрики «Если завтра ремонт» – надежная компания «Уралстройсервис». Опыт работы 13 лет предусмотрены сезонные скидки. Рекламный партнер рубрики «Если завтра ремонт» – строительная компания «Родовое гнездо». Для тех, кто любит и заботится о своем доме. Муниципальный отдел МВД России «Кунгурский» объявляет прием на учебу высшее учебное заведение МВД России в 2013 году с сроком обучения 5 лет. На учебу принимаются юноши от 17 до 25 лет, имеющие на момент поступления полное среднее образование, годное по состоянию здоровья, имеющую отсрочку от призыва на службу в ряды российской армии до осени 2013 года. Для получения дополнительной информации и оформления документов обращаться в отдел по работе с личным составом Межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» кабинет 210 или по телефону 6-20-18. Торговому дому «Сарко» срочно требуется оператор-кассир. Телефон 399-87.